Хей, с вами Синдарей. Добро пожаловать на четвертый киберспортивный дайджест новостей по Apex Legends. Сегодня мы с вами обсудим самые важные события на соревновательной сцене за последнее время. XSENSE вернулся на соревновательную сцену Apex Legends. Максим Дмитрук – это старичок СНГ Апекса. В свое время с командой 789 он занял пятое место на Preseason Invitational в Кракове – крупнейшем лане за все время в Apex. С ноября прошлого года Максим взял перерыв в игре, однако недавно собрал команду с Плюшкой. Плюшка печально известен скандалом на ГЛЛ, когда команде Авангард аннулировали победу, а сам Ростислав получил бан на ГЛЛ на 6 месяцев за якобы содействие забаненным тиммейтам. Однако на этом история только началась. Для начала нужно рассказать про Blast Titans. Это первый турнир организаторов СКС, в котором принимали участие сильнейшие команды Европы. Турнир проводился в два этапа – в режиме Королевская битва Double Elimination и Арены. На турнир попало 40 команд, 20 из них финалисты LGS Championship, 10 прошли через квалификации и еще 10 получили прямое приглашение. Однако за несколько дней до турнира случился скандал. Как стало известно, игрок Яперс Оирейн вшел с команды в уже упомянутую команду к эксенсу и Плюшке. ПКМК и Кири Рубик оставшиеся игроки Яперс хотели играть с заменой Михейлом Стэнни Николаевым, что впрочем не было запрещено. Однако случилось так, что слот у команды Яперс забрали и отдали контент Криэйтору ОТТР, из-за того, что Оирейн написал администраторам Бласта, что команда дисбаннулась и играть не будет. К сожалению, для парней из Яперс слот вернуть так и не удалось. Озжексон сообщил, что он и Плюшка прощаются с Оирейном и ищут третьего игрока себе в команду. А ПКМК сообщил, что он нашел третьего и им стал Артем Хисофу Багауддинов. В финале первого этапа после шести сыгранных раундов и трех побед подряд турнир воиграла команда 4Gang, второе место заняла команда Ньюи Спортс, а третий СНГ коллектив FireBeers. Призовой фонд размером в 20 тысяч евро распределился между десятью лучшими командами турнира. Во втором же этапе, который закончился 1 августа, победила команда Кунгарна. Матчи 1-16 проходили в формате Best of 3, дальше в Best of 5. Серебряными призерами стала команда FireBevers, а третье и четвертое место поделили Major Pushers и Aqualix. Призовой фонд также составил 20 тысяч евро и разыгрался между восьмью лучшими командами. 26 и 27 июля прошел Dreamhack Invitational. Первое место и 4 тысячи долларов забрали собой NCD, команда Джодолфина, тренера TSM. Неплохую игру показали Na'Vi, New Esports, Maestro и Underrated. Они заняли соответственно со второго по пятое место и забрали себе часть призовых. 28 и 29 июля наконец-то после переносов прошел еженедельный Galil Community Cup на 540 долларов. Победителем стала команда Underrated. Пока шел финал Blast Titans, появились отличные новости, связанные с СНГ коллективами. Две команды Magicians и Ebers подписали. В ПКМК Кэрри Рубик и Хисофу будут выступать под тегом Redragon, а организация Future Perfect пригласила Disbelief Малевана Иозуса. 31 июля стартовал турнир Ping Cup – крупнейший турнир для СНГ команд с призовым аж 400 тысяч рублей. На этих выходных турнир продолжится, и команды, которые прошли с группового этапа, будут играть в четверть финала, где их уже будут ждать некоторые приглашенные команды. Это были все важные новости на сегодняшний день. Подписывайтесь на наши социальные сети, дальше будет очень много интересного. До новых встреч онлайн! Субтитры сделал DimaTorzok